Мы подтвердили сегодня нашу нацеленность на достижение справедливого регулирования, которое основывалось бы на реалиях, на признании законных прав тех людей, которые, чьи предки столетиями жили, обустраивали, развивали территории и людей, которых киевская хунта после антиконвенционного госпереворота в феврале 2014 года объявила террористами и приняла серию решений, запрещающих русский язык, русскую культуру, русские средства массовой информации. Мы слышим агрессивные заявления НАТО, включая генерального секретаря Столтенберга, о том, что да, НАТО – оборонительный альянс, но сегодня угрозы в адрес НАТО исходят и с Востока. При этом называют в качестве источника угроз с Востока Россию, Китай, КНДР, Иран. Угрозы, которые для евразийской безопасности появляются, они исходят с разных направлений, но в подавляющем большинстве случаев источником этих угроз является агрессивная линия НАТО, которая хочет, еще раз подчеркну, приватизировать, подмять под себя все вопросы, которые так или иначе связаны с обеспечением стабильности на нашем огромном пространстве. Именно поэтому мы, как я сказал в начале, не хотим больше полагаться на механизмы, создававшиеся в контексте евроатлантической безопасности. Это и НАТО, конечно, и ОБСЕ. А хотим работать с теми странами, которые осознают свои национальные интересы над тем, чтобы контуры евразийской безопасности обсуждались и согласовывались с странами евразийского континента. Вижу трудности на этом пути, в частности, НАТО будет всячески препятствовать таким справедливым процессам, но это абсолютно безальтернативный путь, и в конечном итоге эта логика, эта философия обязательно возобладает. Перестал судить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований, а не то заявляют о необходимости всем русским убраться с территории Украины, как это делал Зеленский еще до начала специальной военной операции, то грозятся, как это можно посмотреть в цитатах практически всех представителей украинского руководства, уничтожить русню везде и всюду, посадить в тюрьму, а то и физически ликвидировать русских, когда Украина вернет себе, как они говорят, Крым, Донбасс и другие свои территории. Уже одно это должно было бы как-то вызвать у цивилизованного Запада вопросы о адекватности и о соответствии киевского режима, тем самым европейским ценностям, который, как говорит Запад, Зеленский якобы отстаивает в борьбе с Россией. Это позор для тех, кто выдавал себя за носителей идеала демократии. Заявление о том, что хорошо, вот Россию надо обязательно приглашать, это ведь эти заявления делали многие участники швейцарской сходки. Но если вы в этом убеждены, зачем же вы без России собираетесь? Это первое. А во-вторых, если, как вы анонсируете, Россию позовут тогда, когда вот это вот ядро западно-украинское сформулирует свою позицию и эту позицию предъявит России, ну это очередной ультиматом, так с нами нельзя разговаривать. Если они этого не понимают, ну мне жаль их дипломатические способности, которые они утратили, собственно говоря, подменив дипломатию с санкциями, ультиматумами, шантажом. Самая реалистичная основа была предложена президентом Путина, территории, которые обозначены четко, недвусмысленно, окончательно, как территории Российской Федерации в нашей Конституции, должны быть полностью освобождены от иностранных войск. И войск, и инструкторов, и наемников, и, конечно же, вооружений. Если бы в феврале 2014 года это соглашение об урегулировании, на которое согласилась в том числе и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых границах, о которых она сейчас так сладострастно мечтает. Она сама руками тех, кто пришел к власти через кровавый госпереворот и стал вводить русофобские и неонацистские порядки, разрушила свою территориальную целостность. Никто не упомянул из организаторов этой сходки в Швейцарии про энергетическую безопасность в самом широком плане. Ответ, я убежден, заключается в том, что если бы они заговорили про энергобезопасность, то большинство приглашенных стран, не западных, стали бы интересоваться, а что же произошло с северными потоками, которые имели огромную роль для обеспечения энергетической безопасности, не только европейской, но и глобальной. Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало. Сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо документа от Армении, какого-либо официального шага, который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало. Я упоминал об угрозе, угрозах, которые продолжают исходить с территории Афганистана. Там сохраняются ячейки и достаточно боеспособные отряды и ИГИЛ, и Аль-Каиды, и аффилированных с ними структур. Правительство талибов ведет с этими террористическими группировками борьбу, неурегулированности целого ряда конфликтов. Прежде всего, ситуации в Палестино-Израильском регулировании было отброшено далеко назад, после того, как Израиль решил провести специальную операцию в ответ на террористический акт 7 октября, который мы категорически осудили. Но мы также не можем принять те методы, которыми сейчас пользуются вооруженные силы Израиля.